Село в порядке, страна в достатке. Таков лозунг нынешней сельскохозяйственной переписи, которая стартовала в стране 1 июля. Проводят ее в том числе для того, чтобы направить финансовую помощь именно тем производителям, которые нуждаются в ней больше всего. Переписывают не только сельхозпредприятия, но и личные подсобные хозяйства, огороды, приусадебные участки, фермерские хозяйства. Для личных хозяйств участие в переписи добровольное. Для того, чтобы руководство нашей страны смогло оценить ситуацию, которую складывается, сможем ли мы прокормить сами себя, или какие реформы нам нужно провести, проводится сельскохозяйственная перепись. В городском округе Кумертау работают 7 переписчиков. Они обходят объекты со стандартными листами-опросниками. Вопросы касаются общей площади и структуры угодий, их использования посевных площадей и плодовых садов. Интересует переписчиков поголовье скота и птицы, товарность производства. И если при переписи сельхозпредприятия с контактами больших проблем не возникает, то личные хозяйства порой требуют серьезной разъяснительной работы. Однако в большинстве случаев общий язык найти все же получается. Все по-разному, большинство боятся негативно к этому относятся, боятся, что пришлют налоги им за это. Ну и не все хотят переписываться. После того, как поговоришь, говоришь, скажут, успокаиваются и соглашаются на переписи. В основном люди положительно относятся, то есть больших проблем не бывает. Но иногда вот собаки, то есть не у всех есть звонки, высокий забор, злые собаки. Ну на моем участке в основном у всех положительная реакция, как бы такого негатива еще не встречала. Но некоторым приходится более подробную работу производить по разъяснению цели переписи. Пока еще никто не отказывался. Информацию, полученную на переписи, разглашать запрещено законом. Ее используют только для формирования официальной статистики. Даже федеральные органы власти не могут требовать, чтобы Росстат предоставил им первичные данные. Первые же итоги переписи подведут уже в конце этого года. Основная информация должна поступить в 2017. Сейчас можно говорить только о предварительных текущих итогах. На сегодняшнее число, то есть на 5 июля, у нас уже есть сведения двух фермеров, отчитавшихся нам. Также 224 личных подсобных хозяйства и 115 садов. Подобного рода статистика напрямую помогает управлять продовольственной безопасностью нашей страны. Можно даже сказать, что это хорошее подспорье на пути к стабильной экономике. Поскольку стабильность во многом зависит от того, насколько развито в стране сельское хозяйство. А развивать сельское хозяйство невозможно без знания о том, чем живет аграрий, не догадываясь о его потенциале.